Сегодня мы идем в магазин винтажной одежды. Сперва вам может показаться, что это барахолка или секонд-хенд, но это не совсем так. Хозяйка магазина Stardust Years, Karen, выбирает интересные экземпляры одежды прошлых лет, сортирует их по эпохам и с удовольствием расскажет вам историю вещей или брендов. Каждый раз, когда прихожу в этот магазин, у меня ощущение, что я попала в музей, где экспонаты можно потрогать, примерить и даже купить. Это пальто 70-х годов, считается уже винтаж. По-моему, оно хорошо сяло на меня. Сколько оно стоит? 74 фунта? Прекрасное, по-моему, пальто. Надо брать. Каждая вещь представляет собой эпоху. По вещам можно представить, кто это носил, из какого класса была женщина, какие надежды были у нее, какая жизнь была у нее. В магазине собрано много одежды из 60-х годов прошлого века. В то время Англия была классической буржуазной страной, когда женщины среднего класса занимались домом, детьми и носили элегантные платья. В то время появились пластиковые украшения и синтетические ткани. А вот этот уголок называется будущий винтаж. Это одежда 90-х и 2000-х годов. Этот стиль сейчас очень популярен у студентов. И да, когда-нибудь он тоже станет винтажом. Вещи с 60-х годов и более позднего периода хорошо сохранились, а вот вещи викторианского периода меньше и, соответственно, стоят они дороже. Сама хозяйка Карен отдает предпочтение 50-х годов, потому что тогда были модные разные фасоны платьев. Каталь, Catherine. В то время девка хрен. Это Виктория Кейт. Я приехал в Винчестер 30 лет назад, в работе в Арсадминистрации. И потом, через несколько лет, я работал в театре и фильме. Потом я полностью изменялся. Я попросил на правильные правила, и работал в правильные правила. И потом, у меня была возможность для волонтарной редунданции. И я подумала, ага, я могу иметь винтажный магазин. Это то, что я делала. Мы здесь 7 лет. Чаще всего в этом магазине покупают одежду и аксессуары для тематических вечеринок. Ну, например, вечер в стиле Гэтсби. А еще есть целые винтажные фестивали. Самый популярный – Туинвуд. И посетители таких фестивалей каждый год покупают для себя разный наряд. Также приходят любители винтажа, студенты, стилисты кино и театра. У Карен правило – не сдавать вещи в аренду. Сама Карен покупает одежду для своего магазина очень тщательно. Она любит вещи с историей. Недавно, вот, например, принесли красивую шляпу. А вот и сама шляпа из серии «Смерть в облаках». А сейчас я покажу вам пару раритетов. Платье, которое произведено фирмой «Хораксис». Это известная британская компания. Сейчас ее не существует, но она была очень популярна в сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы в Англии. Из-за того, что это такой известный был бренд в те времена, а сейчас его нету, это платье довольно-таки дорогое и коллекционное. Именно вот это платье стоит двести восемьдесят фунтов. И также эта компания была очень любима британской королевской семьей. Хотела бы обратить ваше внимание, размер здесь двенадцатый, но сейчас размерная линейка поменялась и двенадцатый старый размер теперь соответствует восьмому. Мне это маловато платье. И дороговато. Вот еще один раритет. Платье от Кристиан Диор. Элегантное платье пятидесятых годов. Четыреста двадцать пять фунтов. Конечно, это не то знаменитое маленькое черное платье от Шинель, но все же классика на все времена. Еще сделано в Англии. Настоящее черное маленькое платье. У меня оно, к сожалению, слишком маленькое. Ну, красота ведь. С вами была я, Марина Ингрид. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok